Всем привет, самих юг! Ну и я продолжаю проходить НЛС-7. В прошлой серии мы вернулись в Древню Новичков с документами для Волка, которые нашли в тоннеле с электрами. Ну и теперь давайте отдадим эти документы Волку. Но сначала я хочу рассказать об одной проблеме, с которой столкнулся я, ну и также с которой сталкиваются некоторые игроки. Проблема эта заключается вот в чем. Сейчас мы отдадим Волку документы, а затем получим от Сидоровича задание из оригинала, нужно будет ему принести флешку Шустрого. Шустрый, как обычно, будет сидеть в плену у бандитов, но вот здесь в НЛС-7 вопрос с бандитами можно решить мирным путем. То есть можно договориться с бандитами, чтобы они отпустили Шустрого. Но для этого нужно обязательно поговорить с Петрухой. Но здесь вот может возникнуть такая проблема, что мы прибежим к Петрухе, а Петруха с нами разговаривать не захочет, а сразу уже побежит штурмовать АТП. И никак с ним поговорить не удастся. Чтобы этого не произошло, нужно вот после того, как мы отдадим документы Волку, уже быстренько здесь все проходить строго по сюжетным моментам, никуда в сторонние места не забегать. Уже вот перед тем, как сдавать документы Волку, я уже укомплектовался, сделал все дела, собрался. В прошлой серии вот я очень долго нагонялся за собаками, на скреб срезал как-то эти два хвоста, но, как оказалось, не обязательно их иметь с собой. Но все-таки пускай будут, на всякий случай. Ну, также патронами я запасся, аптечки поставил, бинты на пояс, канистру с бензином взял с собой, которую мы нашли в прошлой серии на АТП. Мы ее наполним в этой серии. Ну и вот, когда мы уже собрали, упаковали наши чемоданы, можем разговаривать с Волком. Отдаем ему вот эти вот документы. Которые нашли в тоннеле. Ну, в общем, он нас благодарит и дает автомат калашников. И посылает нас к Сидоровичу. Говорит, что у Сидоровича там появилось какое-то дело для нас. Ну, вот этот вот автомат мы можем сразу поставить в слот. Там в нем имеется полная обойма. Обойма. Не знаю, 28 патронов вроде бы здесь не 30, потому что там этот автомат немного там Волку пришлось что-то там починить. Вот тут он немного что-то там замотал изолентой. Ну, в общем, по-моему, там 28 патронов, а не 30. Ну, все равно эти 28 патронов нам очень помогут. Так, от Сидоровича получаем задание насчет флешки Шустрова. Вот он говорил, говорит он нам, что нес ему курьер флешку, но пропал. Курьер развали Шустрый, это человек из группы Волка. Ну, в общем, говорит нам Сидорович найти этого Шустрого, живого или мертвого, и принести ему флешку. Договорились. Ну, вот я еще хочу тут у Сидоровича заказать аккумулятор для смартфона. Он говорит, что гони артефакт, завтра будет у тебя аккумулятор. Вот у меня есть тут один такой уже немного испорченный бенгальский огонь, который я тоже нашел в прошлой серии. У меня их было даже два, но вот один я продал. А теперь об этом жалею. В общем, отдаем ему этот бенгальский огонь. Он говорит, что завтра будет у нас аккумулятор. Ну, точнее, у него появится аккумулятор, ему его тут подвезут. И мы сможем завтра у него этот аккумулятор забрать. А этот аккумулятор нужен для Вергаса. Нам же вот Вергас вставил в записную книжку аккумулятор, и теперь мы Вергасу должны. Так, куда я поперся? Нам же нужно с Волком поговорить. В общем, спрашиваем у Волка насчет Шустрого. Говорит Волк, что вот Шустрого взяли на АТП бандиты в плен. И говорит, что вот он уже отправил своих людей вызволять Шустрого. И мы сейчас присоединимся к их компании. Дает он нам еще водку. Сейчас он еще по рации будет, как обычно говорить. Но это мы слушать не будем. Так вот. Значит, Вергасу мы теперь должны, за то, что он вставил аккумулятор в эту записную книжку, которую мы нашли на элеваторе, должны мы ему либо 5 ПДА, либо артефакт второго уровня, вот вспышка у меня там есть одна, либо новый аккумулятор. Вот у Сидоровича я новый аккумулятор решил заказать. Так что через сутки, по идее, с Вергасом мы должны рассчитаться. Твою мать. Не повезло. Лучше переиграть. Сейчас вот нужно Толика спасать, а тут разорвало труп, в котором лежала аптечка. Ну вот, подхожу я опять к Толику. Так, аккуратно. Отлично, на этот раз удалось обыскать этот труп. А ну, брысь! Брысь, я сказал! Так, там еще вон собака. Собака, собака. Лучше, наверное, с ней тоже разобраться, а то сейчас я этому Толику аптечку дам. Он эту собаку учует. И начнет за ней гоняться. Или нет? Ладно, собака вроде ушла. Так, значит, сейчас лечим Толика. Блин, правда ты тут так прям лежишь между этими кабанами, и от кабанов радиация прет. Ну ладно, давайте быстренько, значит, держи аптечку. Так, ну вот, уже хапанул я немного радиации. Хорошо. Ну, как и в оригинале, он говорит, спрашиваем мы у него про Шустрова, говорит он, что Шустрова уволокли бандиты на АТП. В общем, желаем ему удачи. И уходим. Бежим теперь к Петрухе. Там у него есть один квест. Просит он принести пять хвостов слепышей. Но пока что этот квест я брать не буду, потому что у меня вот пока только два хвоста есть. Итак, я их еле-еле откопал. Не знаю, когда у меня появится пять хвостов. Но вот когда появится, тогда этот квест я и возьму. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Так, сейчас ты пояснишь, а я аптечку использую, потому что мне уже от радиации хреново становится. По идее, эта радиация должна сама собой скоро исчезнуть. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Так, разговариваем с Петрухой. Как и в оригинале, он поясняет нам ситуацию. Говорит, что в лагере вот человек 7-8. Мы ему отвечаем, Блин, 7-8, ты что? Нас же всех положат. Надо же как-то по-другому. Ну, Петрух говорит, Да, я, конечно, все понимаю, но что же делать? Нужно пробовать. Но предлагает он нам, можешь сходить переговорить с волком. Может, что-нибудь волк подскажет. Как-нибудь по-другому, может, что-нибудь вопрос можно будет решить. Но мы соглашаемся, говорим, что хорошо. Сходим к волку. Переговорим. Может быть, волк даст какой-нибудь совет. Дельный. И как-нибудь шустрого по-другому мы будем вызволять. Так, так, так. Это что еще за подстава? Я не понял. Так, 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 так. Так, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Что это за подстава? Что там один патрон только был в обойме? Спиногрызы. Сейчас я вас тут всех истреблю. А то лазите. Я надеюсь, вы не помешали Толику добраться до лагеря. До деревни. Еще эта собака прибежала. Так, убежал. Разбежались. Так, ладно. Пока мы здесь стоим, поставим в подсумок патрончики. Ну что? Давайте уже. Давай, давай, давай. Ну давай же. Так. Попал. Разбежались. Ладно. Хрен с вами. Захотите, побежите за мной. Не захотите, не побежите. Так, не буду я на них тратить сейчас много времени. Нам нужно идти разговаривать с Волком. Сейчас у него спросим. Может он что-нибудь нам предложит. Итак, разговариваем с Волком. Говорим, что на АТП около десятка бандитов. Десяток? Откуда ж столько, Ёхан и Бабай? Куда Петруха-то смотрит? Сказал, что справится. Нельзя, конечно, лезть нахрапом и Шустрого потерями и еще многих. Слушай, ты вроде не шибко засвечен. Давай попробуем узнать, что этим уродам нужно. Возьмешься пройти к ним? Ну, можно попробовать. А если грохнут меня без разговоров? Да не должны. Ты оставь все оружие тут, куртку тоже сними. Узнай там, что они вообще хотят от Шустрого. Сильно не геройствуй. Переговоришь и назад. Тогда и решать будем, что делать. Так. Хорошо. Значит, сейчас снимаем с себя куртку. Выкладываем все оружие вот в этот вот ящик. Такс. Выкладываем все это сюда. Пистолеты. Ну, вроде бы все. Помозговал, помозговал. Так. Толик. Ты вернулся? Нет? Егор. Олег. Ты кто? Блин, мужик. Ты кто? Толик. Отлично. Он вернулся. Замечательно. Ну, а мы тем временем отправляемся на переговоры с бандитами. Вот выложил я все снаряжение в ящик. В принципе, можно было добежать до АТП. Там где-нибудь скинуть рюкзак со всем этим нашим барахлом. Но все-таки я вот решил выложить в ящик оружие. надеюсь, сейчас эти тушканы два, которые остались, меня тут не съедят. Так. Пробегаем. Пробегаем. Главное еще не влететь в аномалию. Конечно, по-хорошему бы лучше кидать болты перед собой. Давайте, наверное, это и начнем делать, а то что-то я так как-то бегу спокойно. В принципе, здесь впереди вроде аномалии не видать, но вдруг тут какой-нибудь этот холодец или кисель, как это аномалия называется, невидимая, которая крутечения дает. Но вроде прошел. Так, ну и вот без оружия, без костюма бандиты по нам не стреляют. Бандиты по нам не стреляют и сейчас мы можем пойти вот в это вот главное здание и переговорить с их паханом, спросить, чего же они тут от этого Шустрого хотят. Вот Шустрый тут сидит. Так, давайте, наверное, здесь сохранимся. Шустрый сидит, с ним мы пообщаемся чуть позже, а сейчас нужно переговорить с этим с этим вот товарищем. Ну, че тут шаришься? Барахло есть? Нету мне ничего, разговор к тебе имею. Ну, в натуре, давай побазарим. Че-то рожа у тебя приснится, штаны нас замочишь. Как тебя звать-то, болезный? Меченый я от сталкеров насчет пленника Шустрого. Этого козла, да крыса он в общак свою крысину харю засунул. Если бы не нужда вернуть кое-что, зажмурили его без базара сразу бы. Да зараза вне за снатку уходит. Но мы в натуре могем языки накул наматывать. Может я переговорю с ним, выясним что и как? Ну, давай побазарь, только что без понтов, понял? Мне одним жмуром больше, значит больше. Сечешь? Ладно, ладно. Ну, вот этот пахан, главарь бандитов, дает нам возможность переговорить с шустрым. Давайте же с ним поговорим, спросим, как он тут оказался. Ну, что еще? Что еще? Я тебя спасать пришел. Меня Меченый зовут, я Тволка. Тволка? Слушай, помоги, эти от меня ПДА какой-то требуют, а я ни сном, ни духом, клянусь. Да успокойся, давай по порядку, что случилось-то? Сейчас. Короче, я по делам в долину ходил, потом решил вот к Сидору наведаться, только в кишке заправку прошел, гляжу, туша кабанья, но какая-то усохшая, а рядом что-то плоское, зеленое, металлическое. Издалека понаблюдал, вроде тихо, подобрался ближе, и по следам понял, что кровосос его усушил, и похоже, недавно. У меня только форт, да нож простенький, без шансов против кровососа. А зеленый металл ящиком оказался, с почти сбитой крышкой, да помят слегка. Видно, сосоч, когда кабанчик оцарапал, так ящик и сковырнул, или кабан копытом задел. Быстренько глянул, курска там с кольчушкой вместо подгладки, я ее подмышку и ходу оттуда. Хотел через тоннель сначала пройти да там, да охотник на принцип пошел, мол, не пропущу без предоставления части монстра. Но я расплевался и двинул через железнодорожный тоннель, там еще провал в санаторий выходит. Как вышел из тоннеля, собачки завыли, а деревня уже недалеко. Куртка нехило весит, я ее и сбросил у поваленного дерева, потом подумал, заберу, а что потом? Ну а эти, вроде как это важный схрон был и там был ПД особенный с информацией какой-то, но вроде видел, кто как я там был и куртку взял, теперь вот пытают. Я уже все рассказал, как было, не верят, я не знаю, что даже делать. Да, влип ты, говоришь, пытался сначала с Деном договориться, а это кто? Ден-то? Ну он тут охотников возглавляет, возле тоннеля, что в кишку ведет. Обосновались недавно, говорят, что от монстров кордон защищают и требуют с проходящих части монстров. Как бы доказательство, что ты очищаешь зону. Вот. Вон от АТП проселок ведет прямо к ним. Человек вроде нормальный, но слишком идейный. Ты с волком поговори, может что и присоветует. Ну ладно, поговорю с волком. Жди. Так, хорошо, поговорим с волком. Но нам сейчас сначала нужно поговорить с этим паханом, сказать, что мол, подождите, ребята, я все тут разрулю. Переговорил я с Шустрым, правду он говорит. А мне по барабану, где ПДА. Он у меня все скажет, иначе Боров моими кишками мою же харю обмотает. Я выясню, схожу, переговорю с тем, кто может помочь. И чё? Я себя тут ждать должен. Оно мне надо. Ща перекурим и займемся уже Шустрым твоим. Сам все скажет и бегать никуда не надо. Ну погодите, немного еще, он точно потерял ПДА. Ну что он скажет, кроме того, что уже сказал, а я быстро. Так. Ага, понятно, такой же диалог здесь остается. Я быстро. Но не знаю, сколько здесь дается точно времени на выполнение этого задания, но в любом случае здесь стоит как можно быстрее все это дело выполнить. Так, сейчас мы бежим обратно в деревню новичков, переговорим с волком, посмотрим, что он нам скажет. Как быть? Что делать? Вернулся я в деревню. Итак, в общем, говорил я с Шустрым. Он уже свободен, как там? Еще нет. Тут такое дело, бандиты говорят, что он взял какой-то прибор важный в кишке какой-то, в схроне. Он говорит, что взял только куртку какую-то. В общем, я не знаю, как можно его выручить. В кишке? Это место так мы промеж собой зовем, что на восток отсюда. А что конкретно-то? И где, сказал? Кишка она, блин, не маленькая. Да он обрисовал место. Бенззаправка. Где это? Заправка? Да, не близко. Как выйти из тоннеля по дороге прямо, не сворачивай никуда. До нее и дойдешь. Слушай, мечины, ты попробуй туда пробраться, а? Посмотри, что там за дела. Может, будет намек хотя бы. Я тут попробую выйти на посредника, может, получится выкупить шустрого. Мы своих не бросаем. Ну или соберем еще ребят и попробуем освободить его штурмом. В кишку топать? Ну ладно, попробую. Дорогу хоть до тоннеля, знаешь? Мимо АТП не светись. Обойди лучше от греха. Увидят тебя с оружием, с катушек съедут. А без оружия нельзя туда идти. Мало ли на каких монстров нарвешься. На, вот патронов немного. И еще держи денег немного. Возле тоннеля, который в кишку ведет, охотники расположились. Заплати им за то, чтобы пропустили. Не связывайся. Ну давай, постарайся повнимательней там. С дороги далеко не сходи. Радиация там намыла с отвесов. Вляпаешься, пиши пропало. А дорога вроде чистая была. Последний раз. Возвращайся побыстрее, а то мало ли что этим отморозкам в голову взбредет. Значит, дает он нам 5000, чтобы мы их отдали охотникам за проход. Ну и патроны для калаша. Сразу можем... Так. Сначала заберем свои вещи. Так. Курточка. Пистолет. Пистолет. И еще один пистолет. Ладно, заберем. Так. Значит, одеваем куртку. Сейчас сразу зарядимся по полной. Так. Значит, патроны у нас есть. Мы сейчас можем залезть сюда. Поставим патроны. Закрываем. Достаем автомат. Заряжаем эти 20 патронов. Так. Автомат прячем. Теперь опять сюда. Так. Тут еще даже что-то осталось. Так. Теперь. Ага. Тут все заряжено у нас полностью. Так. Вот когда мы теперь уже полностью экипировались, сохраняемся и двигаем в сторону охотников. Дал нам волк 5000. Как я уже сказал, эти 5000 нужны охотникам. Отдадим мы эти 5000 охотникам за проход. Просто так они нас не пропускают. вообще им нужно предъявлять части тел мутантов. Но вот если мы с кордона переходим в кишку, то можно деньгами расплатиться. Вот если выходим из кишки, то чтобы пройти на кордон мирно нужно расплатиться частями тел мутантов. Вот сейчас по пути к охотникам забежим еще поговорим с Петрухой. Ну что? Ты уже ходил? Что решили-то? Да, переговорил. В общем, попробуй сам найти этот ПДА, что бандитам нужен. В кишку двину. Там охотники мзду за пропуск требуют. У тебя есть? Держи вот хвост псевдо, а дашь им если потребуют. Пропустят без разговоров. Только не мельтяжи рядом с АТП. Обойди подальше. Понял, обойду подальше. Ну, я двинул. Дает нам Петруха хвост псевдо-собаки. Ну вот с помощью этого хвоста псевдо-собаки мы спокойно можем выйти обратно на кордон. Когда будем возвращаться сюда. Вот в прошлой серии я уже говорил очень долго бегал искал этих собак. Вот нашел два хвоста с лепышей. И вот когда мы будем выходить с кишки на кордон то нужно нам будет предоставлять части тел мутантов. Вот сейчас мы получили от Петрухи хвост псевдо-собаки. Кстати, можем посмотреть в каком он состоянии. Так. Он уже такой довольно сильно попорченный, испорченный. Уже, наверное, там вовсю воняет. Но если мы сейчас быстренько все сделаем, то он еще не успеет до конца испортиться. И, в принципе, можно будет его предъявить охотникам, когда мы будем выходить из кишки. А так, если этот хвост испортится, нужно предъявлять охотникам либо два хвоста слепышей. Вот, кстати, эти ребята здесь гуляют. Так, блин, только вы тут втроем как бы по одному вас пришлепать. Блин, вы же сейчас на меня будете бежать, я не отобьюсь. Втроем на одного. Но здесь лучше эту местность зачистить. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Эту местность лучше зачистить. Зачем, я скажу чуть позже. Так, вот уже охотники. С ними, кстати, мы общались уже в прошлой серии. Да-да-да-да-да-да-да-да. Сейчас. Но я хотел бы все равно разобраться с собаками, потому что вот эту вот местность нужно обязательно зачистить. Так, собаки там остались. Ну, ладно. Надеюсь, все пройдет отлично. Ага, блин, только потратил патронов. Ни разу не попал. Так. Ребята, спасайте. Спасайте, спасайте, спасайте! Вы что? Уши развесили. Тут у вас собаки бегают. Вы чего? Я что, один должен с ними справляться? Так, стоять. Стоять, стоять, стоять. Тихо, 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 тихо. О, молодец, мужик. Слушай, вот у вас же нормальное оружие вон, я смотрю. Так, одна убежала. В принципе, хотелось бы и ее тоже пришлепнуть. Просто вот эту вот территорию лучше зачистить. Так, ну ладно, убежала. Хрен с тобой. Так, я вот еще одну приложил где-то здесь. Так, в аномалию как бы не влететь. Ага, вот вижу. Есть тут у тебя что? Нет, ничего. Так, значит, разговариваем теперь с охотником. Я вот в прошлой серии им просто так отдал пять тысяч, и по идее сейчас уже за проход нужно будет платить меньше. Так, короче, просят они вот либо части тел мутантов, либо есть тут диалог, может по-другому договоримся? Ну ты не свети сильно, пару штук крупья цепишь. Да, вот, держи. Молоток, давай двигай. А вообще они требуют в первый раз пять тысяч. Я вот в прошлой серии просто так им отдал, сейчас только две забрали. Давай поговорим. Так, кто тут еще один товарищ? стоит. Дэн, стой, сталкер, этот проход защищен. Да, слышал я уже эту лабуду. Слышал? Я что-то тебя не припоминаю. Меня Мечина зовут, а тебя. Я, Дэн, слыхал, небось, значит так, Мечины. Просто так мы никого не пропускаем, докажи, что ты способствуешь очищению зоны. Это еще как? Предоставь трофеи, части уничтоженных тобой монстров, пару хвостов слепышей или два копыток дихих кабанов, ну или есть другие части тоже примем. Ха, я вон вашему уже отвалил. Так ты иди пока себе Мечины, я разберусь. То есть, вот за деньги в принципе можно спокойно пройти в кишку. А вот когда мы будем уже выходить, то вот этому вот Дэну обязательно уже нужно будет предъявить часть, какую-нибудь часть тела мутанта. Так, также здесь вот лежит записочка. Это арт мод. Сейчас вот должна появиться надпись, вот появилась. Это арт мод. Кристальная колючка из карусели. Можно костер разжечь, но этого я делать не буду. Еще здесь спальный мешок, который подобрать нельзя, к сожалению. Ну и больше вроде бы как ничего. Ага, вот тут еще какой-то ящичек. Но тут пусто. Переход в кишку у нас находится там дальше в тумане. Так что переходим. Перешли мы в кишку. Ну и теперь нам нужно двигаться в сторону заправки. Как говорил Волк, к заправке можно выйти, если идти пряменько по дороге. И Волк и советовал так делать, потому что лучше с дороги не сворачивать. Он говорил, что тут с навесов намыло радиации, можно вляпаться. Но все-таки мне кажется, что лучше немного уйти в бокс этой дороги. Вот хотя бы как-нибудь вот тут пройти, потому что на дороге мы прям как на ладони. Все мутанты нас сразу же будут замечать, а так мы вот хоть тут как-то немного за камнями будем прятаться. О, кто-то тут зомбака подвесил. Прикольно. Так, ну, вот я вижу там собачки, но в принципе по-моему я смог их обойти. Вроде бы они за мной не побежали. Также стоит помнить, что у нас ограниченное время, так что не стоит сейчас тут особо долго ходить, блуждать, изучать каждый уголок. Более детально мы с этой локацией познакомимся попозже, а сейчас нам главное вот дойти до заправки. Но можем еще заскочить на лесопилку, там с охотниками познакомиться. Но в принципе это не обязательно. Так, вот я видел там кто-то бродил вроде кабаны. Так, отдохнули, двигаемся дальше. У меня сейчас с собой имеется только один энергетик, я хотел купить у Сидоровича еще, но вот забыл. Пока что этот энергетик я использовать не хочу. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, где-то здесь я слышу булькает невидимый этот студень. Пройдем мы здесь, нет? Вроде проходим. Вроде проходим. Вроде проходим. Так, по-моему вот здесь вот под вот этой вот лэб можно сохраниться, там еще какой-то мужичок сидит. Так, ну что, нет здесь аномалий? Вроде нет. Да, вот горит тут костерок, можем сохраниться и поговорить с этим вот мужичком, Вася Черный. Привет, мужик, не виделись прежде, что-то твой вид мне вроде как знаком. Не помню я, не помню кто я и откуда. Ну ты даешь, а как обращаться так к себе, Иван Непомнищи? Мечены, так вот меня прозвали. Ну давай, краба Мечены, какими судьбами к нам в кишку? Артов тут немного, зато песиков покормить можно, в любой момент, собой. Да, видел, прямо стада, а сюда я по делу, своему. А ну вы что тут делаете? Ну не хочешь говорить, не надо, я вот не такой темнило, зверюков пасем, всякие всячины добываем, охотимся в общем. Вот обучаю сталкеров, как стать настоящим охотником, может и будет толк со временем. Понятно, но мне пока не требуется, пойду дальше. Ну бывай, знакомый незнакомец. до встречи. 13 тысяч у себя, ничего себе, хорошо они тут живут, охотники. Так, двигаемся дальше. Двигаемся дальше, аккуратно, избегая этих аномалий. Так, вот вижу плоти, но пока они меня не заметили, я бежать не буду, чтобы выносливость просто так не тратить. заметили, побежали. Ух ты, емае, это тут действительно прям стада. Побежали, побежали, побежали. Вроде бы можно прятаться под елочками от этих плотей. То есть вот можно здесь под елочками немного переждать и двинуть дальше. Так, где-то здесь я слышу электро вроде бы гудит. Так-с, а вот тут вот какой-то небольшой лагерь долговцев. С ними пока что мы общаться не будем, не будем тратить время. Ух ты, тут у вас какие приборы всякие вон поставили. Я смотрю, вон там вот ученый сидит какой-то. А нет, соп, это чисто небовцы. Так, ну ладно, я посмотрю, что у вас тут может есть в ящичке и пойду дальше. Ух ты, аптечка. повезло. Тушканчика припахали, но молодцы, красавцы, у вас сохраниться тут можно? Спасибо, а я побежал дальше. С вами мы пообщаемся попозже. Наверное, еще не скоро. Хотя, не знаю, когда меня сюда забросит. Может уже не так уж и долго придется ждать. Так, подходим. Мы сейчас вот к этой вот какой-то деревеньке, но туда я идти не хочу. Так, вон я вижу, там собака бегает. Лучше, наверное, уже начать бежать. Так, 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 тихо, 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 спокойно. Спокойно, спокойно. Надеюсь, я от нее убегу. Пока что я обошелся без стрельбы. То есть, так, мужик какой-то тут гуляет. Ну ладно, с тобой я тоже общаться не хочу. Побегу дальше. Так, сейчас на камушке немножко передохнем. Ух ты, блин, все-таки нагнала меня, зараза. Нихрена себе ты что делаешь, тварюга. Это что за эффекты такие? И голодуха началась. С ума сойти, е-мое. Так, быстро консерву. Под елочку и консерву. Я слышал, что вроде бы от зомби может начаться голодуха страшная, но, е-мое, что она сделала с моими мозгами, что я так есть захотел? Как она повлияла? Так. А нет, вон зомби. Е-мое, тут зомби. Блин. Е-мое. Так, ладно, быстренько отсюда сваливаем. Да, вот НЛС как-то больше похож вот на книжную серию Сталкер. то есть как бы вот такой вот эффект от пси-собаки вообще просто супер. Но как мы будем разбираться в будущем с зомбаками, если их еще встретим? Ну, как если? Мы стопроцентно еще их встретим. Сто процентов. Я даже не знаю, если они такую голодуху начинают, вызывают. Так, а у вас тут что-нибудь есть? О, водка, аптечки, аптечка. Так, мужики, вы это чего тут разошлись? Вот у вас тут похоже главарь спокойно стоит, Игнат. Привет, сталкер, подходи обагрейся, может по 150 для настроения. У нас тут есть огонь по жилам гонит. А, у нас тут есть огонь по жилам гонит. Я, Игнат, вроде как руковожу тут, а тебя как звать, величать? Привет, меченые. Меченые, все мы отмеченные. Кто, говорят, пришел в зону, тот навсегда останется отмеченным. Артефактов-то тут совсем почти нет. Так что только охота выручает. Ты хороший охотник. Ну, не знаю, стрелять вроде умею неплохо. Хм, стрелять в охоте не главное, нужно чувствовать зверя, знать повадки, места, опять же, видеть, тот ли это зверь, что тебе нужен, и не перепутать с тем, которому нужен ты. Ага, разница большая. Вы, сталкеры, грибники по натуре. Нашел арт, пытаемся быть хозяевами. Сегодня ты взял зверя, завтра погодил, изучил, что и как. Послезавтра взял гораздо больше, понимаешь? Расчет, умение, хладнокровность, вот качество охотника. Мало кто способен. Почувствуешь в себе тягу быть непотребителем, приходи, может и получится из тебя подмастер. Ты что вообще ищешь? Ищу я того, кто меня знает, или о стрелке что-нибудь. Да, парень, когда человек не знает себя, дело плохо. А про стрелка я слышал давно, правда. Вроде как он где-то в туманной части себе берлогу устроил. В туманной чаще? А где это? Так, не на то я нажал, ну ладно. В туманной? Посмотрим, может найду что-нибудь. Смотри, только смерть свою не найди преждевременную. Хотя, дело твое. А чем вы вообще промышляете? Охотимся на некоторых зверей. Плоти, кабаны, собачки. Есть кое-какой спрос на то, что они могут дедать. Например, из шкур плотей кожаные плащи выделываются. Из мяса можно колбасу сварить неплохую. Ну и с добавками кое-какими, конечно. Из копыт кабанов режут всякие поделки, они светятся в темноте и теплые на ощупь. Не каждая копыта и не у каждого кабана, конечно. Из собачьего меха и шкур опыль в теплые получается очень. Ну и еще кое-что годится из хвостиков. Вон, вытяжку делаем. И агрой рядом не лежало. Очень доходной бизнес. Понятно, а почему именно тут обосновались? Да места тут не очень посещаемые. Артефактов мало совсем, прямого пути к центру зоны нет. Вот сталкеры не часто заглядывают. Опять же, леса довольно много, зверево, резвица, непуганная, ну и до выхода не так уж далеко. В общем, думаю, пока тут будем, а потом посмотрим. Тут недалеко еще домик есть неплохой, мы его промеж собой усадьбы обкомовской называем. Может, это дача чья-то была, шишкоря какого из партийных воротил, может еще что. Только там ночами покойники встают из земли. Жусь, ну его нафиг, тут спокойнее. Охотники мы, и этим все сказано. Охотники. А я вот видел охотников на кордоне, они говорят, что стерегут тоннель. Это Дэновские-то? Ну, он свою линию гнет, считает, что охота это истребление, и всех к этому призывает. Ну что же, каждому свое, пока он выполняет свою часть обязанностей по отношению к нашей группе, он охотник, и поэтому мы поддерживаем его, и его ребят как можем. Ну и он нас, конечно, понятно, и колбасу, говоришь, делайте, можно попробовать? Отлично, не портится, очень сытно, весит всего ничего, поэтому можно брать дальние рейды. Но не бесплатно, пойми, меняем на хвосты собак, очень они нужны постоянно, да и копыты тоже. Ладно, будут хвосты. Так, пока без изменений, значит, можно тут хвостики ему отдать, какую-то чудо-колбасу получить, но пока что хвосты отдавать не буду, у меня их только две штуки. Пока что отдавать хвосты не буду. А вот когда уже в следующий раз к ним зайду, забреду в эту кишку, вот тогда, я думаю, у меня уже будет побольше всяких частей тел мутантов, вот тогда мы, может, этой чудо-колбаски и отведаем. А сейчас пока у нас другая задача. Я и так, вон, много времени потратил, пока с ними тут разговаривал. Так, двигаемся мы в сторону заправки потихоньку. Двигаемся в сторону заправки. Тишина. Мне кажется, сейчас повылазят какие-нибудь твари и нарушат это спокойствие. Вон, я вижу, там кабан пошевеливается, но вроде я проскочил. Как-то прошел, кабан меня не заметил. Это хорошо. Так, на этой заправке в первую очередь, я думаю, нужно сохраниться будет. Ну, или разобраться со спиногрызами, которые тут бегают. Так. Отлично, добрались мы до заправки. Пока что здесь никого не слышно, не видно. Тушканчики здесь где-то бегают. Вот там, там они крутятся, а вот здесь вот можно сохранить. Ага, вот уже пищат твари. Так, ну-ка, ну и что, бежите сюда, как вы меня учуяли. Ага, одного пришлепнул, второго тоже. Вот здесь вот просто замечательнейшая позиция на этой вот тумбочке. Эти тушканчики забегают в эту маленькую комнатку, некуда им тут деться, и мы быстренько их можем пришлепнуть. Так, давайте разожгем костер. Так, давай-давай-давай-давай. Блин. Блин. Действительно, блин. Так, 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 стой, 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 вы че это? Куда это вы? Ладно, сейчас я с вами все равно разберусь. А ну, стоять. Вы где это? Вы че это? Я тут. Ух ты, двоих сразу. Красота. Красота. Так, можем посмотреть. О, попалась голова. Отлично. замечательно. Так. Можем еще проверить тех. И сейчас нужно искать эту тушу кабана, на которого напал кровосос, как говорил Шустрый. кабан этот спавнится здесь вот вокруг этой заправки. Здесь, как я понял, довольно много мест, где он может заспавниться. Ну, в общем, нужно тут вот немного побродить, походить. Ага, вот я его уже и нашел. Так. Ну, что, приятель? Вот этот ПДА. ПДА немного помяты. В зубах мутанта найден ПДА. Мяты. Сзади на корпусе кто-то высоропал Борова. Ирония зоны ПДА Борова у Борова. Хм. Да, кабанчик тут такой вот уже высохший, одна кожа осталась. Кровосос все высосал из него. Так, но также кроме этого ПДА нам здесь нужно еще набрать бензина. Сейчас я еще раз сохранюсь тут на всякий случай. И сейчас наберем канистру бензина. Делается это следующим образом. Подходим мы к средней колонке, залазим в наш рюкзак, так, и используем вот эту вот канистру. Ну и таким вот образом набираем бензинчику. Вообще там написано, что вот канистра 20 литров, но после того, как мы ее набираем, вот она тут появляется, она весит к счастью не 20, а всего лишь 8 килограмм. Несмотря на то, что там вот до того, как мы ее набирали, было написано канистру 20 литров. Так, хорошо. Канистру я набрал, можем еще раз сохраниться на всякий пожарный, и теперь потихоньку уже выбираться отсюда. Канистру мы наполнили, так, это что такое там? Голова кровососа, что ли? Прикольно. Так, канистру мы наполнили для того, чтобы, точнее, не для того, чтобы, наполнили мы ее, потому что в деревне новичков там есть вот один товарищ, возле генератора, он крутится, там ответственный за генератор, и вот он меняет канистры с бензином на всякие полезные вещи, на медикаменты, на еду, на водку, там рандомно он выдает разные припасы, но вот одну канистру я наполнил. Также я знаю, что одна канистра уже полная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, так-так-так-так-так, я слышу кабан, кабан где-то здесь рядом, находится на ферме. Блин, е-мое, вы это что? Так, здесь елочек никаких нету, я, я не смогу. Так, энергетик, энергетик. Нет, не этот, ножи. Как нету? Нету, блин, да вы чё? Да я сейчас загнусь тут. Да тут надо перезагружаться. Вы чё? Ё-моё. Я перезагрузился и смотрю, что вот здесь вот стоит аптечка. Давайте попробуем её разбить, может там что-нибудь лежит. Ух ты, как хорошо, и бинтик, и аптечка. Красота просто. Так, а вот в этом сейфе ничего, тут его даже посмотреть, открыть нельзя. По-моему, там ничего нету на полочках. Так, давайте поставим энергетик, он у меня есть, просто не висел он у меня на поясе. Так, где этот энергетик? Вот он, повесим его на пояс. И ещё раз, так, ещё раз пробуем выйти из этой кишки. Давайте, наверное, не пойду я по дороге. вот так вот пройдусь так же, как и сюда пришёл. Так, не понял, что такое. Так, один момент. Я просто тут вот случайно нажал на семёрочку и вот удивился, почему он убирает пистолет. Сейчас я посмотрел в опциях, оказывается, на семёрку там задано снять, одеть маску. Ну, вот маски у нас пока что нету, но почему-то он всё равно что-то пытается сделать. Ну, ладно. Так, значит, сейчас попробуемся тем же путём, как сюда пришли, тем же и выйти. Так вот, я говорил насчёт канистры с бензином, что можно эти канистры обменивать там у товарища в деревне новичков на разные полезные вкусняшки. Ну, и также я знаю, что одну полную канистру можно найти, мне подсказали, на ферме. Так, тут ничего? Вроде ничего. Так что, ну, вот сейчас мы вернёмся в деревню. Хотя, стоп, какой вернёмся в деревню? Нам нужно решить вопрос шустрым. В общем, пройдём этот квест и как-нибудь потом, когда забредём к ферме, нужно будет эту канистру вторую забрать и также можно будет обменять у того товарища, который там в деревне новичков. Но я ещё даже эту не обменял, так что пока что о второй канистре вообще рано говорить. Так, вот сейчас мне кажется, нам придётся устраивать марафонский забег. потому что вот тут всякие тушканчики. Сейчас они за мной погонятся. У меня канистра 8 килограмм в рюкзаке лежит. Я вот уже начинаю выдыхаться. аномалия, чуть не влетел. Чуть не влетел. Так, ну что, бежите за мной, нет? Ой-ой-ой-ой, другие начали за мной бежать. Так, всё понял. Значит, сразу энергетик и сразу опять начинаем быстренько передвигать ногами. Так, 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 быстро, 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 быстро. Можно, в принципе, было бы передохнуть на этом деревце, но у меня пока что ещё выносливость имеется. Энергетик ещё действует, так что я быстренько, быстренько вот тут устраиваю такой вот забег по локации. Так, здесь уже вот ёлочки есть, так что, в принципе, можно будет передохнуть, если что. Тут уже в этом вот районе будет немного полегче. Так, сейчас вот как раз мы вот под эту ёлочку забежим и здесь немножко передохнём. Так, слышу я, вот они там. Нет, 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 только не зомби, только не зомби, не надо, у меня еды нету. Ну вот не надо, ну пожалуйста, ну вы чего? Блин, всё равно устроили мне голодуху. У меня там, по-моему, только бантон какой-то уже такой немного порченный есть. он, блин, сранцы. Так, я слышу собаку. Давайте, 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 быстренько, быстренько, быстренько! вот заразы какие. Так, бинтик. Тихо, тихо, вы сюда, по идее, не должны пройти. Ну, блин, хрен вас поймёшь. Может, и пройдут. Так, 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 ага. Блин, ну и что теперь делать? В общем, не стал я снимать все эти бега, уже сам без записи добрался до перехода на кордон, но и вот я здесь. Приходилось мне тут по несколько раз перезагружаться, переигрывал я несколько раз, потому что нападали вечно на меня мутанты, и как бы не хочется тратить аптечку или бинт, да и вообще чаще всего они так нападали, что от них отбиться вообще было невозможно. Так что приходилось переигрывать. Ну и вот за эти несколько переигровок я понял, что вот через вот этот вот холм, через вот это вот поле вообще лучше не ходить, потому что мы, когда идём вот так вот по этому полю, мы просто у всех на виду, а ещё когда забираемся на холм, нас просто все видят со всех сторон, и тут просто толпа всяких тварей сбегается, и отбиться от них очень тяжело. Лучше всего идти так же вот как я шёл на заправку, то есть тут вот мимо скал, пройтись аккуратненько, тут вот чуть-чуть от плотей побегать, но это уже гораздо легче. Вот сюда вот вообще лучше не соваться, тем более тут возле деревни ещё зомбаки есть, которые голод страшно устраивают. Ну и вот так вот, так вот, так вот я добрался до перехода на кордон. Тут вот пострелял собачек немного, удалось мне срезать один хвостик, но вот, к сожалению, после того, как я перехожу на кордон, у меня пропадает тот вот хвост пси-собаки, который мне давал Петруха. Вот там в кишке он у меня ещё есть, вот перед переходом, я смотрел. Как только я сюда перехожу, сразу же хвост пропадает. Там он уже такой вялый совсем, тухлый, в общем, не успел я быстренько тут всё пройти, а он у меня уже испортился. Так что придётся сейчас отдавать вот эти вот два хвоста собак, которые я в прошлой серии так долго искал. Так что в прошлой серии всё-таки эти усилия были не напрасны. А, это ты, Мечен, и как идёт очистка зоны? Я так понимаю, на слово вы не верите. Слово серебро, факты золота, предоставь факты, тогда и поговорим. Ну вот, два хвоста слепых псов. Этого достаточно, держи его дроби в помощь дальнейшей очистки, и проходи с миром. также этот товарищ может тут за части тел мутантов ещё нам дроби подкинуть, но пока что мне дробь особо-то и не нужна. Хотя, возможно, я уже скоро обзаведусь каким-нибудь стволом. Да, скорее всего в этой серии уже в следующей буду бегать с одной пушкой, которая стреляет дробью. Ну ладно, в любом случае пока что я у него дробь не буду выменивать, мне она не нужна. Так, собака, стой! Лучше эту собаку прихлопнуть. Вот, зараза какая! Укусила немножко. Ну ладно, я даже не поленюсь использовать бинт, хотя, возможно, кровотечение само исчезнет. Ладно, используем бинтик. вот когда я шел к охотникам, я тоже здесь вот старательно все зачищал, вот это вот место. Так, еще тут вот собака. Тебя тоже лучше прихлопнуть. Отлично. Так, там кабан бегает, ну ладно. Кабан, в принципе, далеко от вот этой вот дороги, а нужно нам зачистить вот именно вот эту вот дорогу. сейчас я объясню почему. Так, давайте сейчас отправимся в сторону Кузнецова, там сохранимся под мостом, и потом нужно будет тут вот на элеваторе в ящичек выложить оружие и наш костюмчик. Так, стоять! Стоять! Бояться! Подожди, подожди! Зараза! У меня закончились патроны. Так, тихо, 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 тихо. Стоять! Есть что? О, еще один хвостик. Уже два хвоста есть, так что не особо страшно, что тот хвост пси-собаки испортился. Так вот, значит, почему нужно обязательно зачистить вот эту вот территорию, вот эту вот дорогу? Все дело в том, что после того, как мы отдадим вот этот вот ПДА, который нашли в кишке, пахану, главарю бандитов, то все бандиты с АТП сразу же пойдут в сторону перехода в кишку. Похоже, они будут двигаться в сторону Темной долины через кишку. Ну и вот, когда они будут идти вот здесь вот, в этом вот районе, то вот эти вот всякие собачки и прочие гады могут этих бандитов загрызть. А вы спросите, какая тебе разница, что с этими бандитами будет? Разница есть. Очень важно, чтобы эти бандиты остались целы, потому что, как я говорил, вот сейчас мы проходим мирным путем этот квест. Это в будущем скажется на отношениях с Боровым, но если хотя бы один бандит погибнет вот во время прохождения этого задания, то уже не будет засчитываться у нас выполнение этого квеста мирным путем. То есть, если хотя бы тихо, 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 если бы хотя бы один бандит загнется, то все. Считайте, что все наши старания были напрасны, можно было бы просто перебить всех этих бандитов и даже не заморачиваться. Так что нужно обязательно проследить за тем, чтобы ни один бандит не сдох. Так, значит, сейчас выкладываем вот эти вот все вещи. Я надеюсь, там меня тушканы сейчас пропустят, которые возле остановки тусят. Так, вот это я выкладываю сюда, даже водку выложу, просто чтобы немножко снизить вес в рюкзаке. Так, вот так вот. Пойдем. Так что нужно обязательно следить за тем, чтобы никто из бандитов не умер. Ну и также, чтобы это сделать, лучше всего вот после того, как мы отдадим ПДА, сейчас сразу же быстренько с АТП сматываться, то есть уходить в оффлайн. В оффлайне бандиты уже там неважно, с кем они там встретятся, они уже там пройдут как-нибудь. Так что сейчас давайте здесь вот сохранимся. Так, Шустрый еще сидит, отлично, я успел, они его еще не замочили. Замечательно. Сейчас отдаем этот ПДА. Так, есть тут что? О, дробь, неплохо. Ну че, в натуре побазарил, где этот ПДА? В общем, нашли мы там, где Шустрый говорил, вот эту штучку. А-а-а, в натуре она самая, Боров срисовал, как че. Ну ты это молоток вообще, пусть этот крысоморды валит. Руки пачкать не хотели. Но если че уроем, скажи ему, че повезло ему. Хорошо, скажу. Скажу. Сейчас быстренько идем разговаривать с Шустрым. Мечены? Ну ты как, живой? Нашли мы эту хрень, что эти потеряли. Блин, погроб жизни, я думал хана, мне дальше что? Как что, ноги в руки и... А, Сидор имеет дело одно. Тсс. Насчет флэхи? Вот она, держи. Мне, пожалуй, лучше с Сидором пока не связываться. Я подзадержался с парнями на лесопилке. Днюху там у одного справляли. Потому и взять меня успели. Но есть и светлая сторона этого дела. Тут слышал о способе преобразования артефакта. Может, попробуй потом выварить новый артефакт. А пока спать. В глазах песка тонны. Отдает он нам флэшку. Так, вот, как я говорил, бандиты уже уходят. И мы тоже быстренько отсюда сваливаем, уходим в оффлайн. В оффлайн бандитов и в оффлайн шустрого. Шустрый сейчас побежит в деревню новичков. Там у него имеется одно задание. Я сейчас специально это задание не брал, чтобы вот быстренько главное убраться с АТП и уйти в оффлайн. Задание это принести куртку кольчужную, которую он скинул, как он нам рассказывал, там вот возле перехода в санаторий. Но это задание я потом обязательно возьму и выполню, наверное, в следующей серии. Так, сейчас забираем все наши вещички. И вообще по-хорошему, по-хорошему лучше бы вот здесь вот немного потусоваться где-нибудь на элеваторе. Можно сходить, допустим, сохраниться там под мост Кузнецова сходить, сохраниться. Просто лучше немного подождать, пока Шустрый добежит до деревни новичков, быть в оффлайне. Там вот в этом вот районе просто дофига всяких кабанов бегает. И лучше все-таки подальше быть от того места, быть в оффлайне, чтобы Шустрый спокойно добежал до деревни. И остался цел. Так что я сейчас вот тут немного потусю, потушу, побуду немного здесь под мостом, вот сохранюсь, еще немного постою, ну и двину в сторону деревни новичков. Будем докладывать волку о успешном выполнении задания. Ну и отдадим Сидоровичу флешку. А вообще знаете что? Я вот тут постоял, постоял, посмотрел сколько уже серии идет. Просто как-то не хочется затягивать серию больше чем на час. У меня первая серия больше чем час. Вторая вообще почти полтора часа, час двадцать. Так что давайте наверное на этом эту серию закончим. Сейчас я уже пойду в деревню новичков и в следующей серии уже будем отдавать Сидоровичу флешку и докладывать о успешном выполнении задания. Так что сейчас всем спасибо за просмотр. С вам был Хьюк. Всем удачи и пока.